47-я бригада, воюющая на данный момент в районе северной части Авдеевки, и вооруженная западной техникой, такой как боевые машины Брэдли и танки Леопард, показала, как они громят оккупантов. В частности, они предоставили кадры разгрома большой российской колонны, которая наступала с северной части Авдеевки, в попытке захватить город. Враг наступал большим количеством бронированной техники, среди которых были танки, БТР, и БМП с десантом. Все это напоминает первые дни российского вторжения, однако сейчас они уже не так сильно пугают, как изначально. Тем не менее, атакующие силы значительные и представляют опасность для наших вооруженных сил. Первым же ударом наши выбивают российский БТР с десантом. Сразу экипаж из десяток оккупантов улетают в космос. Остальная техника, не обращая внимания на потери, продолжает движение. Первыми идут танк с минным тралом и БТР. И тут бабах, и наши поражают российский танк, находящийся немного сзади. Его сразу окутывает облако дыма. На заднем плане также видна дымящаяся российская техника. Вместе с тем колонна РФ продолжает движение. И тут на охоту выходят дроноводы с кумулятивными боеприпасами. Они всегда готовы дать прикурить российской технике, если та ведет себя слишком нагло. Вместе с тем дроны-разведчики висят в воздухе и наблюдают за полем боя. Движущийся на прорыв российский танчик тут же получает свой заказ не отходя от кассы. Его так прикормили кумулятивом, что у него попросту отвалилась башня от эмоций вкуса. Танк был с полным комплектом БК, поэтому бахнул как будто салют на день независимости. Таким образом наступление РФ осталось без танка с тралом, который прокладывал путь и в штурмовой колонне. Однако один из российских БТР, видимо находясь в состоянии шока, решил давить на газ и прорываться, одновременно ведя огонь на подавление. Однако это решение было глупым, потому что там сплошное мино-поле. На большой скорости российский БТР начал подбирать мины, пока не взорвался вместе со всем десантом, который был внутри. Фейерверк был просто отличный, БТР РФ буквально разлетелся на щепки, так как подорвался сразу на нескольких минах. Оставшуюся технику РФ уработала арта и она осталась подбитой на поле боя. Так что боевая работа против оккупантов продолжается, и пока что все их попытки штурмов заканчиваются полным разгромом. Друзья, подписывайтесь на канал, обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки, а также не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать важные обновления на канале. Слава Украине и нашим союзникам, победа будет за нами.